Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. От ливневок и газонов до помывки общественного транспорта. В Самаре активно готовятся к месячнику по благоустройству. Всегда на связи. Представители Дептранса и компании-перевозчика отреагировали на жалобы горожан на работу общественного транспорта. Примерясь на себя, профессию артиста театра появилась у самарских школьников. В Центральной городской библиотеке имени Крупской в честь Международного дня театра прошел мастер-класс по актерскому мастерству. Наградили лучших. В Самаре подвели итоги конкурса «Самарская театральная муза». Стихи о любви к отечеству, его героях и славных страницах истории. В Самаре прошел концерт поэта и музыканта Константина Фролова-Крымского. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азарова. Обсуждались итоги социально-экономического развития региона в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ, дальнейшие планы работы по ключевым отраслям, строительство крупных инфраструктурных проектов, специальная военная операция и поддержка Донбасса, сообщает сайт Кремлин.ру. Отдельное внимание уделили текущей ситуации на Автовазе и поддержке Тольятти. Также Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о ходе выполнения ранее полученных поручений. На встрече президент поинтересовался ситуацией на Автовазе. Губернатор отметил, что по итогам прошлого года завод выпустил 220 тысяч машинокомплектов. Планы предприятия на текущий год – выпуск не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов, подчеркнул Дмитрий Азаров. Самарский губернатор на встрече с Путиным заявил о намерении баллотироваться на выборах главы региона в этом году, на что президент пожелал ему успехов. В этом году в регионе введут в эксплуатацию новую детскую инфекционную больницу. Напомню, корпус областного медучреждения на улице Шверника уже готовится к открытию. Сейчас идет завершающий этап – монтаж и установка отдельных видов оборудования, подготовка к лицензированию. Новый объект отвечает современным стандартам оказания помощи и инфекционной безопасности. По нацпроекту здравоохранения в регионе масштабно обновляют инфраструктуру отрасли. За период реализации программы появились 115 новых объектов – 192 учреждения здравоохранения. Это больницы и поликлиники, капитально отремонтированные. Также полностью обновлен парк скорой медицинской помощи. Подготовка к месячнику по благоустройству, который начнется с 1 апреля, стала ключевой темой еженедельного совмещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. К началу нового месяца вице-мэр поручил профильным службам привести город в порядок. Это касается ежедневной уборки газонов от листва и мусора, наведения порядка на общественных пространствах, тротуарах и территориях рядом с ними, на которых находятся ливневки. Придать должный вид нужно остановкам общественного транспорта, фасадам домов, фальшфасадам, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции, а также ограждениям, ранее установленным перед чемпионатом мира на туристических и гостевых маршрутах. Весна в этом году выдалась ранее, поэтому множество видов этих работ уже проходят по всей Самаре. Обсудили на совещании в департаменте и дорожный ремонт. Сейчас в городе продолжается аварийный ямочный, и одновременно профильные службы готовятся к масштабному дорожному ремонту в рамках нацпроекта. Уже в ближайшее время городские службы выйдут на объекты. Аншлаги мы практически завершили устанавливать, тем самым оповестив жителей города о том, что эта улица будет приведена в этом году в нормативное состояние. Начнем с резервования, дальше по погодным условиям будем проводить работы по укладке асфальтобетонной смеси. Обсуждали на совещании в департаменте и предстоящие субботники. Управляющим компаниям, ТСЖ и другим профильным службам благоустройства поручено обеспечить население всем необходимым инвентарем для уборки городских пространств. В Самаре проводят мониторинг работы общественного транспорта. Если пассажиры сообщают в соцсетях о неудовлетворительном качестве обслуживания и больших интервалах движения, представители Дептранса и компании-перевозчика выходят на остановки и общаются с горожанами. Сегодня они проверяли работу автобуса 37 маршрута. Олеся Инкина ежедневно пользуется автобусом 37 маршрута. Сегодня девушка ждала на остановке свой транспорт около пяти минут. Считает, что это совсем недолго. Я каждое утро на нем езжу и я обожаю этот автобус. У меня есть выбор, на чем ездить, но я выбираю его. В обед, конечно, он пореже ездит, но утром мне нравится. Сегодня пассажиров на одной из остановок по маршруту 37 автобуса встречали представители городского департамента транспорта и компании-перевозчика. Дело в том, что недавно через соцсети к ним поступил сигнал от пассажиров. Горожане выразили недовольство тем, что в какой-то момент увеличился интервал движения этого автобуса. У нас были обращения граждан в связи с погодными условиями, там были сбои. Были сбои в связи с техническими неисправностями. Руководитель вызвал сотрудников ремзоны. Собственно говоря, приняли ряд решений, как можно улучшить работу на 37 маршруте. Ну и, собственно говоря, сейчас мы корректируем свои действия и надеемся, что пассажиры будут довольны и обращений в негативном ключе больше не будет поступать. Сотрудники департамента транспорта Самары после обращений граждан провели мониторинг работы автобусов, которые выходят на 37 маршрут, в том числе при помощи системы ГЛОНАСС. Перешли к выводу, что транспорт в целом ходит достаточно ритмично. Но если пассажиры хотя бы иногда недовольны, то будут искать пути к усовершенствованию расписания движения. Пути улучшения, они понятны, они известны. То есть, если есть запрос на то, что в какое-то конкретное время, там будь то вечерние часы, утренние часы, там еще какое-то время, у пассажиров есть потребность дополнительная в этом автобусе, нужно этот вопрос изучить, посмотреть, насколько это обосновано, действительно ли там есть пассажиропоток, есть ли техническая возможность, если такая возможность есть, мы всегда идем навстречу. Как пример, в прошлом году по 67 маршруту были добавлены утренние рейсы от микрорайона Новая Самара. На прошлой неделе перевозчик скорректировал расписание по маршруту номер 51, который обслуживает Красноглинское направление. Добавочные дневные рейсы появились и на маршруте номер 78 от проспекта Кирова до аэропорта Курумыч. На маршруте 21 введены дополнительные рейсы с остановок Барбошина-Поляна, Юнгородок и станция метро Кировская. По словам руководства Департамента транспорта областного центра, в апреле будут проводить мониторинг работы трамваев. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самарской области по итогам 2022 года банки выдали 25,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму почти 73 миллиарда рублей, сообщает региональное управление Центробанка России. При этом спрос на жилье в течение 2022 года был неравномерным. Во втором квартале наблюдалось заметное снижение, которое сменилось активным ростом в июне-сентябре и новым спадом осенью. Повышение востребованности ипотеки способствовало снижение ставок и увеличение объема программ льготной ипотеки, а также программы стимулирования спроса, которые запускали сами застройщики. Например, в виде предоставления клиентам подарочных сертификатов в строительные и мебельные магазины. В Центробанке полагают, что в текущем году продление программы льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках и увеличение суммы материнского капитала станут основными факторами поддержки спроса. Театр – это жизнь. В Доме актера состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Самарской театральной музея. Чьи творческие успехи были отмечены в этом году, расскажет Александр Гусева. Раз за разом они примеряют на себя новые образы, характеры, привычки. Чтобы за одну жизнь успеть прожить несколько, в Доме актера подвели итоги премии «Самарская театральная муза». Артисты очень любят успех. Артисты не всегда радостно воспринимают конфетку в руках товарища. Больше любят конфетку в своих руках. Но это все является двигателем, движителем, как угодно назовите артиста. Это его стимул, к его развитию. Любой конкурс – это желание победить. А желание победить – это работа над собой. В этом году на конкурс «Самарская театральная муза» было представлено более 20 работ профессиональных театров региона, премьеры которых состоялись в 2022 году. Хотелось бы, во-первых, отметить, насколько, может быть, это банально, растет уровень, профессиональный уровень актеров и репертуара. Да, это непросто, непростой выбор, но я думаю, что он честный. Очень было много интересных работ, неожиданных работ. Много было такого материала, с которым я была незнакома, например. В номинации «Лучшая работа солистки балета» приз достался Ксении Овчинниковой. Солистки Самарского театра оперы и балета за партию «Китри» в балете «Дон Кихот Ламанческий». Вот эта награда по счету у меня сегодня седьмая. Видите, что даже приглашение у меня седьмой ряд, седьмое место, сегодня 27 число. И награда-то должна была быть седьмая, вот такая ли она первая. Лучшим солистом балета стал партнер Ксении Овчинниковой Сергей Гагин. Приз ему достался за партию «Базиля» в балете «Дон Кихот Ламанческий». Актерам, сыгравшим в этой постановке, также досталась победа в номинации «Лучшая работа второго плана» в музыкальном театре. А вот приз за лучшую женскую роль в драматическом театре забрала Наталья Дроздова, сыгравшая императрицу Анну Иоанновну в спектакле «Татищев. Сказание о звере мамонте» в постановке Вадима Романова. Актриса не раз становилась победителем этого конкурса в разных номинациях. Огромное спасибо за столь высокую оценку жюри. Спасибо за эти аплодисменты. Тем более такой профессиональный наш праздник, как Международный день театра. Приз за лучшую мужскую роль в драматическом театре достался Денису Евневичу. За роль в постановке «Тартюв» Самарского академического театра драмы имени Горького. Конкурс дает стимул для развития коллег, потому что ты себя сравниваешь с другими. Как ты выглядишь на этом фоне, у кого какие удачи произошли в этом году. А впереди нас ждут прекрасные проекты, потому что театр Самарт получает третью очередь в следующем году. Грань получает новое здание. Мы начинаем ремонтировать ДК России под театр-мастерскую. Театр разместится на Чернореченской в здании бывшего кинотеатра России после реконструкции. Новый корпус Самарты, который строится в рамках нацпроекта «Культура», уже находится на финальной стадии. Его должны сдать в 2024 году. Новые стены обретет и Новокуйбышевский театр-студия «Грань». Сдача объекта запланирована на вторую половину 2024 года. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. Стихи о любви к Отечеству, его героях и славных страницах истории. В Самаре прошел концерт поэта и музыканта Константина Фролова-Крымского при поддержке Совета ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России. Творческие вечера автора проходят по всей стране для поддержки участников специальной операции. Стихи заслуженного артиста Республики Крым послушала и наша съемочная группа. Строки этой песни Константин Фролов-Крымский написал для фильма о Великой Отечественной войне. Но автор уверен, эти слова актуальны и для солдат, которые сегодня защищают границы страны. Поэт презентует свой новый сборник стихов, который называется «Хроника СВО». С тех пор, как началась спецоперация, Константин каждый день пишет по одному стихотворению, которое посвящает бойцам. Всего написано около 400 новых стихотворений. Я всегда помню слова Александра Невского. Бейся там, где стоишь. Если ты воин, сражайся. Если ты доктор, лечи. Если ты пекарь, пеки так, чтобы облизывали пальцы. Если ты поэт, пиши. Концерт Фролова-Крымского организован Советом ветеранов Департамента военной контрразведки ФСБ России в поддержку участников СВО. В зрительный зал Самарского гарнизонного дома офицеров пригласили ветеранов войн и локальных вооруженных конфликтов, в том числе и в Чечне и Афганистане, ветеранов силовых структур и юнормейцев. Для нас самое главное с Константином – это связь времен, связь поколений. Реальная, живая связь. Все стихи, все песни Константина направлены на то, чтобы люди помнили свою историю, чтили старшее поколение и были готовы, если необходимо, встать на защиту своей Родины. Благотворительные концерты Фролова-Крымского проходят по всей стране. Автор встречается с военнослужащими, которые находятся на лечении и реабилитации. Самара не станет исключением. Поэт выступит перед ранеными бойцами в военном госпитале на Осипенко. А после города на Волге Барт отправится в Москву и южные регионы страны. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Примерить на себя профессию артиста театра. Такая возможность появилась у самарских школьников. В Центральной городской библиотеке имени Крупской в честь Международного дня театра прошел мастер-класс по актерскому мастерству. Юные участники под руководством театрального режиссера Игоря Кузнецова учились работать со своими эмоциями. Подробности в нашем сюжете. В этом зале кипят страсти покруче, чем в бразильских сериалах. Ребята плачут, смеются и даже валяются на полу. Мастер-класс по актерскому мастерству «Вся наша жизнь – игра» для школьников проводит режиссер Игорь Кузнецов. За короткое время мастер стремится помочь ученикам побороть свои комплексы и снять зажимы. Ведь уметь держать себя перед публикой – навык, который пригодится всем. Упражнение у нас первое было – это зеркало, это чувствовать своего партнера, потому что сцена – это в первую очередь партнер, и как раз работать с ним. Шесть кадров – это ребята понимают, из чего состоит произведение. То есть не просто там, вот история какая-то произошла, из каких сюжетных моментов, чтобы интересно в будущем, например, пересказывать и рассказывать другие истории. У Ивана Нинашева за плечами уже есть опыт актерской игры. Однако сегодняшний урок для него открыл новые горизонты – управлять своим голосом, мыслями, а главное – быть органичным, как на сцене, так и в жизни. В этом заключается мастерство актера, признается Иван. Я научился работать в группе, ставить какие-то этюды, зарисовки. Очень мне понравилось, профессиональные подготовили меня, дали задания, мы с нашей группой отлично выступили. Мне мастер-класс понравился, я бы еще посещал такие подобные занятия. В будущем я хочу стать актером, поэтому мне это будет очень полезно. Во время разминки ребята учились выговаривать различные слова и фразы, пробовали почувствовать своего партнера, показывали сценки из известных сказок, изображали различные эмоции. Библиотека сегодня – это не просто место, куда хочется прийти за книгой, это место, которое является арт-пространством, где ты развиваешь свои творческие способности. Каждый может найти для себя что-то такое, что необходимо именно ему. А кто-то хочет просто прийти поработать, пожалуйста, приходите, работайте, приходите, читайте, проводите время с друзьями. Сегодня это все возможно в библиотеке. По словам участников мастер-класса, теперь воспринимать театральные постановки они будут иначе. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Игорь Кизановский. События. В Самарской научной библиотеке прошел творческий вечер писателя Алексея Солоницына, автору пяти романов и множества повестей, сценариев к документальным фильмам, очерков и рассказов, исполнилось 85 лет. На встрече он представил читателям фильм о своем творческом пути и новую книгу «Верю, надеюсь, люблю». Подробнее в сюжете нашей съемочной группы. Писатель и кинодраматург Алексей Солоницын презентуют новую книгу «Верю, надеюсь, люблю». В сборник вошли разные повести. Среди них и историческое исследование о дружеской переписке во времена Великой Отечественной войны Дмитрия Шостаковича и Ивана Солертинского, о котором очень мало известно. Солоницын открыл для читателей неизведанные страницы о советском музыковеде, который повлиял на творчество великого композитора. Солертинский – это уникальный человек. Он знал 24 языка, знал 100 диалектов, был специалист в философии, в оперном искусстве, в балетном искусстве, в литературе. Блистательный оратор был, в филармонию ленинградскую ходили не столько слушать музыку, сколько послушать Солертинского. Презентация стала частью творческого вечера писателя и посвящена его 85-летнему юбилею. За 63 года своей деятельности издано 63 книги Алексея Алексеевича. Он написал 5 романов, 17 повестей, множество рассказов и очерков. По его сценариям снято 50 документальных фильмов. Каждый раз, включаясь в Алексею Алексеевича, я начинаю задумываться о своей жизни. А так ли я живу, а так правильно ли я поступаю. Потому что для меня он пример, он как ориентир человека, на которого нужно равняться. Тема разбуженной совести, нравственного подвига, главное в творчестве писателя. И в годы советской власти и в новейшее время он неизменно поднимает в своих романах, повестях, рассказах, фильмах темы деятельного добра, способности его героев на жизненный подвиг. Я стараюсь внимательно смотреть, следить за тем, что он пишет, и читаю эти книжки с большим удовольствием. Потому что голос этот, я его всегда слышу, очень неторопливый, очень такой неспешный, взвешенный, очень человеческий. За большой личный вклад в деле духовного просвещения соотечественников Алексей Алексеевич удостоен многих патриарших наград. С юбилеем писателя поздравил и митрополит Самарский Новокубышевский Сергий. Спасибо Алексею Алексеевичу, что мы как можем, делаем совместно, но вы как творчество повторяем. Очень и очень многое сделали. Мне было приятно с вами иметь возможность общаться. Своим гостям Алексей Солоницын представил документальный фильм «Звезда, которую зажгли». В нем он рассказал о своем творческом пути, работе на телевидении, отношениях с братом, заслуженным артистом РСФСР Анатолием Солоницыным, детстве и работе над первой книгой. В этот творческий вечер, который стал частью Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», также на сцену вышли артисты, которые в подарок исполнили любимые песни Алексея Алексеевича. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. В Самаре на базе областной библиотеки для молодежи прошел круглый стол. Деятельность инклюзивных творческих лабораторий, реализация программы «Пушкинская карта», региональный аспект. Проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, обсуждали люди самых разных сфер деятельности. Круглый стол проходил на фоне картин, которые написали люди с ограниченными возможностями. Собравшиеся в зале обсуждали деятельность инклюзивных творческих лабораторий. Для этого в Самару приехала председатель комиссии общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. Инклюзия должна пронизывать все сферы жизни человека с инвалидностью. Отдых и досуг, культурная и социальная сфера, образование, туризм, ну и так далее. Вы с этим со мной согласитесь. А при чем же тут культура, с одной стороны, да? Хотя в этом зале не нужно задаваться таким вопросом. Так как все мы понимаем, что культура пронизывает также все сферы нашей жизни. Площадкой для проведения круглого стола стала Самарская областная библиотека для молодежи. Здесь же работает инклюзивная творческая лаборатория в Самаре. Собравшиеся в зале, а это представители самых разных сфер деятельности, обсуждали, как сделать жизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной. Сегодня мы необходимо, должны на каждом шагу вовлекать ребят с ограниченными по возможностям здоровья в креативной индустрии. Это предполагает возможность заработка. Второй вопрос. Сможем ли мы сегодня рассказать о тех проектах, которые мы реализовали на территории Самарской области для того, чтобы через федерального эксперта возможно транслировать данные проекты на Привовский федеральный округ, может быть на Российскую федерацию? Прежде всего мы даем возможность жить полноценной жизнью, участвовать и в концертных мероприятиях, участвовать в творческих коллективах. Здесь целиком идут все возрастные группы, начиная от детей, заканчивая взрослыми. Людям с ограниченными возможностями не хватает мест, где они могли бы проводить свой досуг. В этом должны помочь инклюзивные творческие лаборатории. Мы все сталкиваемся с нехваткой квалифицированных специалистов, умеющих работать с людьми с инвалидностью. И тут должны помочь дополнительные программы обучения, которым нужно привлекать всероссийские общественные организации, работающие с людьми с инвалидностью. На круглом столе подняли вопрос о том, чтобы в Самарском регионе появилось не менее ста наставников и педагогов, которые могут работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о том, что есть такая форма поддержки населения, как социальный контракт. Он рассчитан на одиноко проживающих граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и предоставляется в рамках нацпроекта «Демография». Это не просто выплата, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержка специалистами комплексного центра социального обслуживания на каждом этапе реализации. Социальный контракт можно заключить по одному из четырех направлений – поиск работы и трудоустройства, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации. Подробности можно уточнить в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства. Администрация Самарского района сообщает, что в рамках месячника по благоустройству в городе предполагается обновление стендов на аллее почетных граждан на улице Ленинградской. В ближайшее время они будут демонтированы и просят жителей не беспокоиться по этому поводу. Через некоторое время аллея появится в обновленном виде. В телеграм-канале администрации Куйбышевского района сообщают, что скоро в Самаре начнется месячник по благоустройству. Этому было посвящено традиционное совещание. Нужно наладить взаимодействие управляющих компаний и жителей. Управляющие компании должны быть готовы обеспечить активистов всем необходимым для уборки и проинформировать о работающих пунктах выдачи инвентаря. Принять участие в уборке города приглашают всех желающих. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.